здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня на канале ножевые новости срез 21 выпуск февраль 2023 года на этой неделе выпуск получился таким довольно необычным потому что мы сегодня в основном будем разговаривать о тех или иных коллаборациях если некоторые коллаборации с которых мы начнем вполне обыкновенные случаются практически каждую неделю то некоторые из коллабораций о которых я сегодня узнал будут для меня лично полной неожиданностью впрочем это конечно говорит только о том что ножевой рынок практически безграничен и если я этим не интересовался раньше это не означает ничего подобного не было но тем не менее выпуск получился довольно интересных ножах что бывает на канале практически всегда итак давайте начинать на этой неделе китайская компания винаев выпустила очередной нож российского дизайнера антона ткаченко который называется мир а то буквально на прошлой неделе мы говорили о его же ноже который называется макане который был выпущен тем же самым производителем и в общем то это плюс-минус похожие ножи ну по крайней мере в них угадывается общий авторский почерк тем не менее мир а то это нож еще немного побольше и вот знаете как то лично мне он зашел немного больше ну по крайней мере по фотографиям более того и его варианты которые были выпущены мне тоже нравится несколько больше базовые версии этого ножа имеют сталь 20 севина клинке и полностью титановые рукояти возможно некоторые варианты дополнительной обработки но в общем понравилось мне здесь то что это вот такое сочетание чуть изогнутой рукояти и клинка который вот так немножечко abswap я лично знаю что в моей практике эти ножи довольно таки здорово работают вот именно в той работе для которой складные ножи вообще создаются взять что-нибудь в руку и отрезать вот тут равных им вообще практически нет у этих ножей во всех версиях масса что-то порядка 130 грамм может быть чуть меньше в зависимости от того из каких материалов исполнена данная версия и в общем это по нынешним меркам достаточно много но тем не менее это еще не та масса которая лично меня беспокоит на кармане 2 базовых версий ножа будут стоить 340 долларов вот тут та самая 20 севина клинки титановые рукояти в одном случае и клинок и рукоять имеют вот такой вот black wash обработку так называемую то есть видимо это какое-то оксидированное покрытие которое потом было галтона а вот на такой чист титановой версии здесь конечно интересной фишкой является ручной сатин на клинке он тут как минимум двухтоновый судя по фотографии ну в общем я вот эти вот сатины от винаев видел на самом деле очень такая прикольная работа при одной и той же цене я бы пожалуй предпочел вот нож именно с таким сатином ну а дальше вместе с ценой ножей начинает повышаться и интересность использованных материалов тут вам могут быть вот такие вот разнообразные карбоны которые вы здесь видите и плюс появляются клипсы которые сделаны из титана с обработкой под дамаск меня в прошлый раз очень приятно поправил один из моих подписчиков сказал что у него есть такой нож и что вот этот материал на фотографиях это некий маскус а все-таки обычный титан просто соответствующим образом обработанный но за максимальные семьсот сорок долларов вам предложат вот такую вот версию где будет не только симпатичный карбон и клипса а еще и вот такой вот клинок из дамасской стали честное слово на фотографиях это выглядит так как будто это просто нарисовано даже на довольно крупных фотографиях вот очень бы хотелось просто подержать в руках этот нож посмотреть как вот этот дома смотрится живьем ну потому что на фотографиях если это хотя бы процентов на 80 отражает реальность выглядит это просто невероятно все пять версий этого ножа будут выпущены ограниченными партиями которые будут иметь размеры от 200 до 310 штук в общем они как бы не такие большие поэтому если вас ножи заинтересовали контролируйте сайт винаев там они сейчас стоят под пометкой скоро будут но как только не появится я думаю довольно таки быстро исчезнут партнер 21 выпуска новостей средств сеть ножевых магазинов мейсер мейсер физические магазины в москве и санкт-петербурге для всех остальных большой интернет-магазин ножи и аксессуары также есть отдельный youtube-канал который ведут тоже я обязательно забегайте там интерес моя личная ножевая новость на этой неделе заключается в том что я снимал тест вот такого вот ножа который называется cjrb лага здесь самое интересное в том что это один из первых ножей китайского производителя артизан картере на котором был установлен замок button lock и вот собственно говоря и вы его вот тут и видите ну наверное что я могу показать по поводу этой новости чтобы сподвигнуть вас посмотреть тест на том канале когда он выйдет показать могу вот это но в общем я думаю понимаете что замок остался цел да и кроме того люфта ну почти что никакого не появилось так что приходите посмотреть как это все было мне лично тест кажется запредельно интересным американские компании серки тихоук найвс объявили о сотрудничестве в 2023 году и представили два ножа которые были сделаны на мощностях компании хок для компании серки идти если я сейчас кадре не ошибусь в датах то по моему компания серки тип появилась что-то там в районе 1991 года и вот тогда у нее существовало собственное американское производство однако со временем практически все что делает компания стала делаться где-нибудь в китае или на тайване но при этом время от времени они выпускают ножи сделаны либо в европе либо в соединенных штатах америки однако для этого им нужен некий такой аем производитель который возьмется сделать ту или иную партию ножей для этого сейчас уже довольно таки известного с истории американского бренда и вот в этот раз таким производителем стала компания хок найвс которая существует с 2016 года и согласилась сделать пару ножей и ну пару на данный момент который мы по крайней мере уже сейчас видим на сайте серки ти для большого американского производителя но на этом необычности этих ножей не заканчиваться их будет более одной во первых нужно отметить что на обоих этих ножах установлен новый для компании серки ти замок кросс бар лог я вот так когда готовился к этой новости подумал а были ли еще какие-то производители которые делали в соединенных штатах америки замки по типу аксис лока и да действительно были это как раз компания хок найвс больше я пока других производителей которые бы сделали такие ножи прямо в сша припомнить не могу ну вот и теперь серки ти тоже будет среди них правда посредством все той же самый хок первый из этих двух ножей называется lcbk и его автором выступает знаменитый американский дизайнер мэтью лерч ножи которого ну на самом деле покорили меня уже довольно таки давно по моему первый нож который я держал в руках от этого автора но попал ко мне в руки году наверно в 2014 это был бенч мой соброза который уже тогда был довольно старым ножом лет что он таки давно сотрудничает серки ти и очень приятно что теперь его ножи появились вот в таком вот версии которая выполнена в соединенных штатах америки на мощностях компании хок дело просто то что хок сами по себе замечательные ножи и вряд ли они как-то изменили такое общее производственное качество для того чтобы сделать нож для компании серки типа дешевле да и не такой уж он дешевый стоит нож 215 долларов и в общем-то для ножа американского производства с клинком и стали 154 7 ну и сделано на заводе хок эта цена более-менее наверное нормально по крайней мере сами ножи хок обычно стоят плюс-минус также или даже немного дороже здесь скорее интересно то что если посмотреть на этот нож с точки зрения материалов исполнения то как бы тут ничего особенного у хок за эти деньги ножи будут ну скажем так немного что ли более своеобразными тут вполне обычный стеклотекстолит на накладках рукояти сталь 154 7 чуть больше 88 миллиметров клинка и где-то там в районе 80 90 грамм веса ну в общем ничего такого сильно особенного но с другой стороны вот совокупность таких необычностей да плюс имя большого дизайнера делают этот нож вполне интересным предметом для фанатов продукции компании серки ти второй нож называется дефинитив и у него тоже довольно таки особенный автор дело в том что это жена мэтью лерча м джей лерч по материалам эти ножи совпадают да и замок на них использован один и тот же как я уже сказал но вот этот нож довольно таки интересен соотношением длины клинка и массы ножа дело в том что весит этот нож всего лишь 85 грамм а длина его клинка аж 93 миллиметра ну то есть аж это не то чтобы какой-то огромный нож но вот при такой массе нож с такой длиной клинка придется поискать а добавим что здесь достаточно высокие спуски по крайней мере судя по фотографии дизайн такой но я бы сказал несколько не классический хотя скорее всего в исполнении компании хок в руках этот нож будет чувствоваться ну таким довольно приятным инструментом небольшая масса достаточно длинный клинок ну если вам не отталкивающим кажется вот этот форм-фактор то скорее всего подержать в руках будет весьма интересно оба эти ножа стоят по 215 долларов и если бы мне пришлось выбирать на какой из них потратить эти деньги я бы наверное был в довольно таки серьезном затруднении ножи мэтью лерча с точки зрения и внешности всегда не сильно нравились у м джей лерч конечно нож ну такой несколько менее что ли привлекательный по крайней мере лично для меня но вот это вот его особенность между массой габаритами длиной клинка она по-своему подкупает в общем я думаю что рынок сделает свой выбор а там поглядим что еще нам сделает компания хок для компании серкете потому что они уже анонсировали что это только первое их совместное сотрудничество возможно до конца 2023 года мы увидим еще некоторое количество ножей сделанных вот в таком вот объединение американский дизайнер брэд зинкер и немецкая беккер выпустили в продажу новый нож который называется беккер плюс urban barlow если вы смотрите этот выпуск на живых новостей и не знаете почему в дизайне бреда зинкера присутствует в названии слова urban то напишите мне об этом в комментариях я наверное немножко задену urban trapper и которые опять получили новую реинкарнацию и в этом году ну а сегодня мы поговорим о том почему есть слово бэрлоу потому что на самом деле бэрлоу это один из самых классических ножей от немецкой компании беккер в современной линейке компании беккер ножей с таким названием довольно таки много я вам сейчас здесь некоторые из них покажу как выглядят но это все-таки ножи современного производства а судя по тому что пишет компания беккер у себя на сайте придуманы эти ножи вот как концепция были еще в конце девятнадцатого века то есть беккер берлоу это один из самых таких наверное классических складников от немецкого производителя он естественно выпускается как правило с липджоинтом и самое интересное его особенность что по сей день эта модель делается в основном на производстве немецкой компании в городе золинген то есть это ножи таки довольно дорогие потому что это ножи с довольно большой историей и сделаны они прямо в германии с местом производства ножа от брэда зинкера история конечно несколько более непонятная дело просто в том что покопавшись на сайте у беккер я обнаружил что в описании бренда беккер плюс сейчас написано что все ножи проектируются и с точки зрения маркетинга как-то разрабатываются в немецком городе золинген а производиться они могут в сша в европе или в юго-восточной азии то есть в принципе наверное то что я говорил в прошлом выпуске является ну в своем роде ошибкой потому что как бы там ни было но под линейкой беккер плюс немцы выпускают сейчас ножи по сути дела по всему миру главное что в самой германии них не выпускают больше ничего о ножах кроме того что написано на сайте производителя сказать нельзя так вот у этого ножа цена выше 400 долларов при этом никакой информации о том где конкретно он сделан на сайте производитель на данный момент нет но с другой стороны а угадай теперь где такие ножи делаю тут он карбон титан фреймлок естественно вот это вот фирменная по форме зинкеровская клипса стали m390 на клинке это фронтальный флиппер у которого впрочем есть но такая небольшая прорезь клинке которая позволяет его открыть из-за нее и даже к открывать его по принципу как открывались старые ножи беру то есть как бы за ногтевой зацеп в общем все вот это вот главное что нынче и китайские производители если сделают вам такой нож выкатят за него скорее всего плюс минус такую же цену ну может быть долларов на сто будет подешевле но это если на нем не будет какого-то вот такого красивого бренда как немецкий бекер плюс ну правда ну не знаю как бы мне лично кажется что такая попытка спозиционировать бренд бекер плюс как более или менее бренд в котором возможны премиальные ножи несколько что ли размывает его целевую аудиторию потому что там есть много ножей ну за совершенно смешные деньги и как-то в общем не понятно это с точки зрения маркинга ну нож лично меня очень сильно впечатлил впечатляющее тут конечно то что есть узнаваемый авторский почерк как и в большинстве моделей бреда зинкера тут довольно таки небольшая масса при достаточной длине клинка при том что спуски у ножа довольно таки невысокие но благодаря довольно тонкому обуху и вообще общему какому-то качеству именно проектирования этого ножа ножи бреда зинкера довольно режущие и я думаю что urban berlow это не исключение выпускается этот нож пока что в двух вариациях у одной из них на рукоять есть накладки из карбона а у другой из дерева коко лобо я постоянно боюсь как-то неправильно сказать это слово и вот сейчас когда не знаю вдруг опять ошибся но в общем и целом последний нож с деревянными накладками как бы немного адресуют его к вот тем вот самым старым ножом они в частности были такие но более новые но шара такая наверное более современные его вариация кстати хочется отметить что у ножей есть вот такие вот совершенно замечательные бойстеры которые сделаны насколько понимаю чуть ли не зацело с титановыми лайнерами которые сделаны у этого ножа но потому что как вот еще иначе делать фреймлок в общем я бы так сказал что наверное с точки зрения материалов этот нож вполне отвечает заявленной на него цене однако конечно ну скажем так как-то раньше бекер например когда выпускала urban trapper делали их в основном относительно дешевыми ножами а тут ну вот такое 400 плюс долларов это прям такая довольно значительная цена за такой вот небольшой нож впрочем зинкер довольно популярный дизайнер и если вы хотите получить какой-нибудь его творение подешевле посмотрите на то что делает компания вина и в под своим брендом сиви там я уверяю вас вы коллаборации с этим автором тоже найдете сейчас будет такая новость из класса новостей за которыми я когда-то не уследил но сейчас не могу удержаться чтобы не рассказать что заметил на сайте компании протек появилась два вот таких вот ножа magic 2 и я как-то вдруг неожиданно обнаружил что уже года три назад появился вот такой вот дизайн у компании протек и прошел как-то мимо меня стороной а мне на самом деле очень интересно было бы о нем рассказать поэтому расскажу на фоне вот этих вот просто немного обновленных дизайнов этого ножа первый magic на сайте компании протек был единственным ножом который фигурировал как нож с замком magic lock это такая разработка майка аллена который известен как вискерс в общем я так понимаю довольно вредный старикашка из соединенных штатов америки который считает что вообще все автоматические ножи с боковым выбросом которые делают за последние 40 лет основаны на его вот такой вот наработки ну и надо сказать что он разработал довольно таки оригинальный нож с вот именно такой конструкции с боковым автоматическим выбросом потому что magic lock это в общем-то не что иное как некий бэклок но с очень необычным автоматическим открыванием ножа на первых версиях само открывание осуществлялось благодаря сдвиганию больстера который находился с левой стороны рукояти ножа и ты его так немного двигал и нож прямо с треском как у протек обычно принято раскрывался при этом благодаря тому что там довольно точно сделанный бэклок и довольно крупная пружина этого замка каких-то проблем с надежностью не было я помню что когда-то снимал тест ножей с автоматическим открыванием для канала сети ножевых магазинов мейстер мейстер и там вот с этим ножом не было никаких проблем а тут оказывается у него есть вторая версия которая вот с точки зрения пользовательского опыта работает несколько не так как первое на второй версии как вы можете видеть нет вообще ничего похожего на бойстер и кнопки но тем не менее это нож с автоматическим открыванием с боковым выбросом здесь двигается вся левая накладка на рукояти в общем короче говоря угадать это если ты не знаешь будет достаточно затруднительно но я вот посмотрел несколько видео авторов которые держали эти ножи в руках оказывается первые такие видео датированы чуть ли не трехлетней давности в общем короче говоря как-то пропустил но честно говоря я помню какое на меня произвел впечатление первый нож и думаю что второй произойдет еще больше потому что здесь ну немного по-другому выглядящий клинок вот эти более высокие спуски ну и знаете мне лично кажется что двигать всю накладку ну это как бы что ли интуитивно будет удобнее чем двигать какой-то отдельный бойстер да или вернее правильно сказать так не так интуитивно понятно но зато гораздо удобнее в эксплуатации в общем версия огонь стоит правда 400 по моему 20 долларов на нынешние деньги но это собственно для протек не очень удивительная цена когда-нибудь надеюсь подержать в руках потому что ну вот на самом деле прикольная штука это вот один из тех ножей да вообще протековские ножи многие такие который может быть отличным подарком для того человека который нажимание не страдает но нож ему надо подарить подороже потому что подарите вот такую штуку возможно он больше никогда в жизни ничего другого не захочет единственный такой нюанс пожалуй связан со сталью клинков этих ножей 154 7 2023 году друзья ну как бы не знаю за четыреста двадцать долларов от по моему совершенно не серьезно ну а вторая новость старость собственно почему вообще пошел на сайт протек смотреть что там происходит появилась из одного комментария к предыдущему ролику из серии ножевых новостей дело в том что там мне сказали что под брендом бекер плюс в свое время вышел нож дизайна лукаса бернли который называется квайкен который был выпущен на мощностях американской компании протек нальф и я полез смотреть что же это за нож такой и действительно на сайте у производителя в разделе специальные проекты лежит вот такая вот фотография и написано о том что да они сделали для компании бекер вот такой вот замечательный нож на своих мощностях кстати вот об этом у компании бекер на сайте прямо-таки уверенно написано что этот нож сделан прямо компании протек ну него и на клинке говорящие об этом надписи тоже есть и кстати на сайте бекер цена на этот нож указано всего в двести тридцать девять долларов ну как ну всего ну да всего потому что на самом деле сейчас многие гораздо более простые ножи стоят заметно дороже тут это нож от компании протек но в общем двести тридцать девять долларов я боюсь что у них на сайте вы ножей за такие деньги скорее всего практически и не найдете в общем на самом деле версии действительно интересная меня в этом деле забавляет другое вот почему-то когда для компании бекер делает нож компания протек об этом им видимо не стыдно написать прямо на клинке этого ножа а вот когда например выпускается urban берлова которым мы говорили в предыдущей новости то у него на клинке почему-то никаких надписей о месте его изготовления нет хотя нож стоит почти что в два раза дороже ну в общем короче говоря стоит подумать наверное почему они так делают я вот если честно признаться думаю о том что тот самый urban берлова могли сделать на производстве ну каких-нибудь артизан кафе совершенно бы не стеснялся это написать на клинке ну потому что круто они делают ножи вот такой вот ценовой категории честь снятся непонятно 21 выпуск ножевых новостей средств подошел к концу на сегодня все надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока